друзья привет считается что советский инструмент в наше время самый качественный потому что производился в свое время с по всем гостам и соблюдением всех технологий сейчас же большинство инструмента производится в китае и там экономят буквально на всем что отражается на его качестве я как и многие мастера стараюсь обзавестись инструментом выпущенным именно в то время и на днях один хороший человек подарил мне около 25 килограмм такого инструмента правда он в плачевном состоянии но сегодня мы это дело исправим приятного вам просмотра тут наверное отдельного внимания заслуживает сам чемодан ранее таких не видел и не знаю из-под чего он если кто-то знает напишите в комментариях мне будет интересно как я уже и говорил инструмент в плачевном состоянии так как он пережил наводнение в краснодарском крае в 2012 году и все это время он просто лежал и наверное ждал меня я больше чем уверен что на некотором инструменте после очистки будут большие раковины от коррозии но потом его отсортирую очищать будем двумя способами и сначала выберем весь резьба нарезной инструмент с него при помощи небольшой щетки смахнем все рыхлую ржавчину кстати щетки покупал в китае если интересно загляните в описании под этим видео там очень много интересных товаров из поднебесной пока чистил обнаружил вот такой экземпляр может быть он и не редкий но в магазинах своего города я что-то подобное найти не смог ну а этот экземпляр я вообще не вижу смысла очищать так как рабочая область просто сгнила для всего резьба нарезного инструмента применим щадящую очистку обыкновенным девятипроцентным уксусом конечно это долго но работает неплохо просто заливаем его в емкость инструментов реакция не заставляет себя долго ждать и начинается как говорится мгновенно закрываем этот контейнер крышкой и убираем дыня на 3 также поступлю из плашками но уже за кадром далее напильники по моим ощущениям они до наводнения находились прекрасном состоянии и я бы даже сказал были новыми их также очищаем от рыхлой ржавчины загружаем в контейнер побольше и ставим чайник сразу скажу что кофе с этого чайника я не пью это просто такой технический чайник для мастерской ну а очищать точнее травить напильники будем в растворе лимонной кислоты на такой объем мне понадобилось 30 грамм порошка высыпаем содержимое пакетов и заливаем горячей водой так реакция будет проходить быстрее оставляем все это часа на два и время от времени переворачиваем напильники спустя время жидкость остыла а тот результат который получился меня просто не устроил поэтому подогреваем и еще ждем пару часов за 4 часа вот такая красота получилась кстати этим же методом травления напильники затачивают так что мы получили результат два в одном далее их сушим и обрабатываем на и латунные щетки она почистит зубья напильника и придаст красивый оттенок вот что у меня получилось на этом этапе конечно есть места где ржавчина съела большую часть инструмента но есть и очень хорошие экземпляры ну а в целом результатом я остался доволен спустя трое суток можно доставать и резьба на резной инструмент в некоторых местах еще присутствуют следы но мне лень еще ждать дальнейшая обработка будет проводиться на корт щетки это обычная щетка от уши м я ее просто установил на заточной станок такой подход позволит убрать часть нерастворенной ржавчины и заодно придаст металлу блеск после грубой щетки обработаем на латуни такую же процедуру проведем и с остальными метчиками и плашками и в итоге вот такая красота получилась конечно инструмент не первой свежести и есть сколотые плашки но в целом результатом я очень доволен тем более попались плашки с редкой резьбою например м22 шаг 1 м9 м7 и м12 с классом точности 3 этим инструментом я буду пользоваться не часто поэтому его нужно защитить от коррозии так сказать законсервировать рецепт раствора я посмотрел в youtube и вот на этом канале очень интересный технический канал и ссылочку на него я положу в описании переходите смотрите и передавайте от меня привет но для приготовления раствора нам понадобится любое автомобильное масло бутылка с распылителем и любая летучая жидкость в моем случае бензин галоша раствор я готовлю так сказать на глаз примерно 10 к 1 смысл в том что после распыления раствора на инструмент бензин быстро испаряется а тонкий слой масла остается на защищаемой детали таким способом защищаем весь инструмент и откладываем до востребования ну а на этом у меня все пишите свои комментарии ставьте лайки и держите свой инструмент в чистоте с вами был как всегда я михаил пока пока